Вот. Ну, на самом деле, конечно, самих физиков это немножко удивило, отсдачило, когда они вот это всё открыли. Надо сказать, что это не было прямо вот так вот резко открытое. Просто постепенно картина прояснялась, были разные эксперименты, были численные расчёты, были какие-то простые модели. Они немножко сначала не согласовались друг с другом, потом постепенно начали наводить мосты между ними. В общем, всё это постепенно пришло к пониманию. И вот физики подумали, ну ладно, раз такая хитрая картинка, так может быть, экспериментально надо её конкретно проверить. Вот этот углеон облако, какие у него свойства, потому что кварки, ну ладно, кварки-то кварки, частички какие-то. А углеон облако это нечто новое. Вот они задумались, как же можно вот эти свойства углеон облако изучать. Так вот, вообще изучают, конечно, я говорил уже их так, что берут, сталкивают частицы, да, при этом там они разлетаются, как-то может быть рождаться что-то новое. Есть детекторы, которые всё улавливают, восстанавливают. Так вот, этот способ прекрасно работает, если вы хотите узнать, например, какая энергия сидит вот в этих кварках, да, именно в кварках, потому что именно кварки, они как бы несут основную часть энергии. Но, к сожалению, это не помогает узнать про структуру облака. Вот это вот облако, это не просто какая-то плотность там глеонов, это новая структура, которая как будто бы сама скандинсировалась и возникла. Я ещё раз повторяю, это очень интересный объект. Вот это вот облако надо исследовать каким-нибудь другим способом. И вот в физике придумали такой способ, надо тоже сталкивать частицы, тоже с большой скоростью, с большой энергией, но только надо смотреть и обращать внимание не на такие столкновения лоб в лоб, когда там рождается куча всего, да, а на столкновении, когда они чуть чиркают друг к другу, так вот проходят, пролетают, чиркают слегка. Тогда вот эти кварки, которые здесь летят, да, они, в общем-то, ничего не чувствуют этого столкновения. Ну, подумаешь, пролетели и пролетели. Но на самом деле облака, которые чуть-чуть задевают друг друга, вот они-то как раз в этот момент, что-то с ними хитрое происходит. То есть, ну, их можно представить, знаете, такой ошмёток пены. Два куска пены такие летят, и вот в момент, когда они касаются друг друга, вот между ними там проскакивает кусочек пены. Вот этот вот объект, который здесь проскакивает, да, он называется померон. Это очень хитрый объект. На самом деле его прямо сейчас физики изучают. То есть буквально, если поехать на конференцию, там, наверное, половина докладов будет экспериментальное или теоретическое изучение вот этого объекта померона. Вот я хочу ещё раз подчеркнуть, что этот объект, понимаете, это не просто какая-то частица взяла и обменялась там, типа фотоны. Нет, это на самом деле очень хитрый объект. Он динамически возникает, и он не похож на просто частицу. Вот, и на самом деле, если там лет 10 назад, сейчас-то уже, наверное, люди успокоились, но 10 лет назад люди на конференции буквально ругались друг с другом, потому что у них у всех были разные модели этих померонов. Есть простые модели, есть сложные модели, и они почему-то друг с другом не сходились. Ну, на самом деле, там некоторые модели ещё были довольно корявые, вот, но тем не менее. Это был такой период, когда люди просто не знали, что такое померон вообще. И пытались разными способами, там, общаясь друг с другом, что это такое у нас. Понятно. Вот, разными способами, значит, разобраться в этом деле. То есть прямо там, ну, не знаю, до рукоприкладства не доходило, но, по крайней мере, друг на друга ругались люди. Вот, но сейчас тоже ругаются, но уже по другим поводам. Вот, про помероны они ругаются, наверное, потому что поняли, что бесполезно. Вот, есть эксперименты, особенно последние 10 лет, там, вот, в Гамбурге был эксперимент, который очень хорошо изучил свойства померона, теперь уж немножко про него понятно. Вот, ну, вот этот померон, то как раз есть тот объект, который, который, как бы, есть, когда мы вытаскиваем кусочек глионного облака из протона. То есть его, этот объект, надо куда-то девать. Например, он может перепрыгнуть с одной частицы на другую. В процессе этого перепрыгивания он, как будто бы, существует ещё сам по себе. То есть, вот, видите, он там не зацепленный на какие кварки, да, он как будто в пространстве локализован, как будто сам по себе живёт. Вот, и есть даже такие предположения о том, что он может сам вообще просто жить, вот, отдельно отлететь куда-нибудь, да, если по протону стукнуть, то из него в определённых условиях может вот этот кусочек облака вырваться и какое-то время пожить там сам по себе, без каких-либо кварков. Это вообще даже интересно себе представить. То есть это то, что было раньше просто силой, то теперь оно материализовалось и даже оторвалось от своих родительских кварков. Вот так вот сидит в пространстве. Вот такие объекты люди уже давно ищут, но, к сожалению, не нашли. Называются они глюболы. Глюболы, ну, это от слова глю и бол, кусочек клея. На самом деле глюон это от слова клей, который расклеивает как бы вот эти кварки. То есть, в принципе, возможно существование отдельно этого такого кусочка глюонного поля, но, к сожалению, экспериментально пока не нашли. Может быть, этого и нет, может быть, есть. Непонятно. Надо изучать. Вот. Ну, физики это, конечно, придумали, особенно теоретики. Вот, классно, значит, можно теперь исследовать померон таким способом. Но экспериментаторам это на самом деле очень непросто. Потому что, когда у вас вот два протона так вот пролетают, слегка чиркивают друг по другу, то между ними нет никакого сильного такого столкновения. В результате протон, он чуть-чуть совсем отклоняется, не знаю, даже меньше, чем на градус. Вот, вопрос есть. Сейчас вам микрофон дадут.